Я слышал, что в Комсомольском не было группы Гилаева, он их вывел оттуда раньше до штурма. А те, кто там погиб и попал в плен, это группа другого командира. Это для тех, кто обвиняет Гилаева в убийстве членских парней. И еще Гилаев погиб, отстреливаясь в бою, а руку ему отрубило пулеметом из вертолета. То, что было в Комсомольском, вообще, когда мы такие вещи говорим, типа, знаете, это были его ребята или не его, это были его ребята. Все те, которые тогда находились на этом участке, они все были под подчинением Гилаеву. Разумеется, была определенная иерархия, то есть, верховным главнокомандующим, если является Гилаев, то под ним есть еще командующий, под командующим есть еще командующий. То есть, определенная иерархия есть. И те, которые находились в Комсомольском, у них там было несколько групп, у каждой группы был свой амир тогда, но все эти амиры, в конечном итоге, подчинялись Хамзатова. Да, помилую всех их Аллах, это очень достойные, выдающиеся люди, это герои имени Шахида, иншаллах. Гилаев сам присутствовал в Комсомольском, и от людей, которые были приближены к Гилаеву, я знаю, что он несколько раз заходил и выходил из этого села. И только в последний раз уже, когда он выходил, при своем последнем выходе, только тогда он забрал оттуда свою семью из Комсомольска. То есть, он несколько раз выходил из этого села, выводил с собой каких-то раненых, в общем, проводил какую-то перегруппировку, работу, но при этом он не выводил свою семью. И лишь в самый последний раз, когда он уже уходил оттуда, он забрал и свою семью. Эта история с Комсомольским, эта операция у многих людей, она вызывает много вопросов, почему, почему зашли в Комсомольск, как так получилось, почему не вышли, почему, и в общем, много там всяких, почему. И у меня тоже до недавнего времени было много вопросов по этому поводу, пока я не поговорил с человеком, который знает эту ситуацию непосредственно от самого Гилаева, от тех людей, которые с ним были тогда. И сейчас у меня нет никаких вопросов. Сейчас я понимаю, что была настолько большая неразбериха, что не было какой-то слаженной работы, не было даже связи между ними, не было даже нормальной связи. И невозможно было управлять этой многотысячной толпой людей, среди которых были раненые, среди них были голодные, отморозившие свои ноги. Вы просто представьте себе это положение. И в этой ситуации просто из-за неуправляемости происходило много ошибок. И это не по приказу Гилаева заходили в Комсомольск. Просто уже по факту, когда туда зашли, нужно было там как-то действовать. И Гилаев пытался, видимо, оттуда, кого могут вывезти, но не все, уже многие не могли дальше идти. Поэтому многие люди там уже остались, как бы жертвуя уже собой, приняли последний бой. В начале, это был, по-моему, апрель месяца 2000 года, я тогда как раз попал в Гойское сюда. Вот в Гойском находится наше родовое кладбище. Там похоронят всех наших, всех нас, наших, моих отцов, братьев, всех. И в апреле 2000 года я как раз попал на это кладбище в Гойское, когда туда привозили трупы с Комсомольского. И это было, конечно, жесткое зрелище. Очень много было трупов. В карманах у них были всякие пшеница, сушеная кукуруза. То есть было понятно, что они были изголодавшие, им нечего было есть. В общем, это легко сегодня об этом говорить, но представить себе эту ситуацию очень сложно. То есть было, что они были изглечены, что они были изглечены. Субтитры создавал DimaTorzok